Всем привет! Сегодня тестируем мы вот такой вот PolarBank. Вещь достаточно интересная и прикольная. Для чего вот она рассчитана? В принципе, так как Android телефоны вот такие вот, например, потребляют очень много энергии, хватает их на день, на два, если активно используют, вообще на несколько часов. Вот такие вот штуки спасают вас от полного разряда. То есть зарядили свой телефон, зарядили вот такую штуку и взяли с собой в дорогу. Если у вас нету где-то по пути зарядок никаких, то вы совершенно спокойно можете зарядить вот от такой штучки. Производитель заявил, что здесь около 5600 мАч. Так ли это, если честно, я пока не знаю. Обязательно протестируем и посмотрим. Ну, если честно, вот это вот именно PolarBank пришел в коробке, в какой-то простой коробке и здесь нигде нету никакого упоминания, сколько же, какой емкости вот эта батарея. Так что, может быть, продается ошибся, выслал другую, меньшую, может быть, больше. Конечно, такой вес достаточно маленький. Давайте-ка повесим, взвесим точнее. Вес достаточно маленький. Вот у нас 0 и 102 грамма. Ну, не думаю, чтобы большая батарейка весила так легко. Но, опять же, повторюсь, у меня нету iMac зарядника, чтобы полностью протестировать эту батарейку. Пауэрбанк собран достаточно хорошо. Такой монолитно выглядит. Черный пластик. Были некоторые цвета, другие совершенно разные. Вот эта же сторона всегда белая. Здесь имеется светодиод, который горит в зависимости от действий. То есть, если вы заряжаете его, здесь будет гореть красный светодиод. После полной зарядки этот красный светодиод гаснет. Я не знаю, видно вам, не видно. Вот он, где вот кругленькое. Если же он отдает энергию, то есть заряжает телефоны, планшеты или электронные книги, то он горит синим. То есть, по сигнализации можно понять, что делает он. Также имеется два разъема. Один microUSB это для подключения, для заряда. То есть, вы можете заряжать от ноутбука, от компьютера или любой другой зарядки. Вот таким вот кабелем. Вот этот же порт полноразмерный USB позволяет отдавать энергию от пауэрбанка и заряжать телефоны, планшеты и все тому подобное. У кого имеется такой вот microUSB вход или же маленький, ну как переходник. Так как протестирует полностью емкость этой батареи, не разобрав, да и разобрав в данный момент, я не могу. Мы будем ориентироваться по такому телефону. Это телефон Samsung 7562, кажется ли, 7652, не помню, двухсимочный. Он у нас сейчас разряжен. Сколько процентов, если честно, не помню. Работает симка, Wi-Fi, как бы экран. То есть, мы будем заряжать работающий в фоновом режиме телефон. Давайте-ка подключим. Подключаем вот это вот сюда. И вот это вот сюда. Хоть у меня и такое ощущение, что заявленный 5600 тут, конечно, нет, но тем не менее, почему бы нет. В любом случае устройство достаточно интересное. Так, что у нас показывать? В данный момент у нас разряжен до 8 процентов и, в принципе, увидев, до скольки этот телефон зарядится, вот мы можем видеть, что вот видите, есть у нас галочка, все заряжается. Вот в данный момент он горит у нас синеньким, достаточно не ярко и не видно. Ну что, оставляем и заряжаем. Пока заряжается, мы можем, в принципе, разобрать эту штучку и посмотреть, что же там внутри. Ну что, пока заряжается телефон, я бы хотел бы разобрать вот этот пауэрбанк и посмотреть, что же у нас внутри. Здесь у нас защитная такая какая-то пленочка, не знаю, как ее назвать. Ее как-то нужно сдернуть. Вот такая крепочка. Вон, наверное, там два светодиода. Ну что же, вот у нас такая вот пауэрбанка. К сожалению, на вот этих аккумуляторах не написано, какой они емкости. Если честно, думаю, что тут что-то будет такое большое. Ну, наверное, скорее всего, вот эти баночки по 500 миллиампер в каждой. В принципе, все сделано достаточно хорошо, пропаяно. Вот здесь вот видите, ничего нету никаких следов. Все сделано замечательно, параллельно подключено. Хотя, да, параллельно или последовательно, не помню. Так что, вот такие вот дела. Вот такой вот пауэрбанк. Так что, теперь можно посудить, если пауэрбанк в два раза меньше по форм-фактору, чем такой вот, значит, он в два раза меньше, чем вот этот вот пауэрбанк. Ну что же, собираем и заряжаем дальше наш телефон. Ну что, вот телефон зарядился, зарядился он до 79%. Сами интересно слышите? И видите. Он был, горело в 80%, сейчас 79%. И, верлычок, видите, видно, заряд еще в аккумуляторе вот в этом остался, хотя лампочка погасла. И телефон дожимает последний. Ну давайте-ка отключим. Ну что, в принципе, телефон зарядился до 80%. Я думаю, нужно это показать. Было 8%, стало 80%. Так, где же у нас... Уже даже забыл-то. Охо-хо-хо, 79% разряжается. Можно, в принципе, примерно прикинуть, что 70% примерно зарядилось от этой батарейки, этот телефон. Так как у нас батарейка 1500 мА, вот здесь 1500 мА, то можно прикинуть, что 70% это у нас получается... 50-700 плюс... Ну где-то 1000 мАч вот здесь вот у нас, в этой батарейке. Конечно, никакие 5600 мАч тут и не пахнет, в 5 раз меньше. Вот в этом разочарование, как говорится, этой батареи. Но, тем не менее, все равно даже 1000 мА, если вы ездите куда-нибудь по городу и нигде вам подзарядить телефон, то даже вот этот за эту цену, я не помню сколько, около 8 долларов стоимость такого пауэрбанка, в принципе, может выручить вообще достаточно хорошо. Ну что же, я надеюсь, вам показал полностью, что это и с чем это идет, и едят, и стоит ли это покупать. В принципе, мне вот этот пауэрбанк понравился в том плане, что сама технология пауэрбанка, что можно взять рюкзак на плечи, положить такой пауэрбанк и хотя бы не то, что на один экстренный звонок, но продлить работу телефона на полдня минимум, я думаю, можно 100%. А если подключить сюда, ну, подзаряжать плеер или электронную книгу, то вот этого заряда хватит еще на больше. Ну что же, надеюсь вам понравилось, подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте палец вверх. Пока.